Ну что, мы возвращаемся обратно, как бы, в Counter-Strike, что мы сегодня с вами видели, а Nexus, друзья, те самые парни, которые только что обыграли команду SK Gaming на карте The Train, взяли последний раунд, счет 16-14 первой карты, сейчас розыгрыш ножей, ну и на самом деле жизненно важная для SK Gaming карта, как бы, они здесь, не, ну я здесь в них уверен, потому что последний их мираж был достаточно приятным зрелищем, и, опять же, они отталкивались на нем больше от индивидуального уровня, но, как я понял, здесь, в принципе, на уровне еще, ой-ой-ой-ой-ой, два в одного, вот теперь, вот теперь, Нарезаные же, друзья, защита Nexus, вот это да, ну это просто тапки для шведов белые, по-моему, если сейчас, если сейчас Nexus действительно не растеряются от своего успеха и не расслабятся после первой карты, которая, в принципе, я считаю, далась им достаточно, ну, в каком-то месте непросто, в каком-то месте достаточно спокойно они вытащили, но последний раунд, опять же, игрался, вы видели, когда там было выбивание, просто если бы, если бы Forest зафокусил по верхнему горбу, да, он, если бы догадался, что игрок там, а не снизу, то он бы просто бы убил, раунд взяли БСК, а мы бы сейчас смотрели допы, но все оказалось по-другому, Forest сыграл не особо внимательно, как бы не отреагировал на стрельбу с верхнего горба вообще никак, и закончилось все со счетом 16-14 польза Nexus. Здесь же, как бы, может все сложиться похожим образом, ну, давайте смотреть, первый пистолетный раунд вообще многое не покажут, но можно сказать точно, что шведы все-таки Mirage знают сейчас намного лучше, чем Nexus, хотя Nexus с Na'Vi хорошо спорят на нем. Ну, последний мираж у СК был очень-очень бешеный, как бы, они в атаке набирали даже, там, что-то к 7 раундам против сильного, сильных понятных, не помню, просто против кого тоже команда из Швеции, вроде бы, Рейсенч Бассейн с Na'Vi играли, не, не с Na'Vi, не с Na'Vi, с другой какой-то командой, но показывали нормальный результат. Ну, сейчас посмотрим, как датчане сыграют, в принципе, тут вот у них прием уже на, готовится, в принципе, тут звена, посмотрите, шведы действуют очень быстро. Ну, на отчаянные действия не похоже, скорее, здесь продумка, первый упал, за нож, минус 2, вот из-под моста на минус 3 пытается выйти, но Фейс его разменивает, 24 КП Фейс, граната от Нуги с КТ и... Либо с перемычки, с перемычки все-таки Нуги кинул гранату, да, он занимал там позицию в начале раунда, последний у нас Форест, который пытается в этой агрессивной серии разменов как-то выжить и сыграть как-то в плюс, но не набирает, не набирает, слишком много игроков, защиты в живых осталось, чтобы так стреляться, и это 1-0 в пользу Аnexis. Ну, действительно, сейчас Аnexis просто имеет отличный шанс, а SkyGaming будет в тапке играть в финале Фнатик Лиги. Это будет, на самом деле, с одной стороны интригующе, но с другой стороны не очень. Понимаете, как бы... Все, я уверен, что все жаждут финала СК против Фнатик, все хотят посмотреть этот экшен, но Аnexis могут все испортить. Опять же, Аnexis это такая команда, как вот про нее отзывался, если я не ошибаюсь, но Зоник, когда еще в ней Туркиш играл в Аnexis. Как бы он назывался не так. Они либо выигрывают все, либо ничего. И Фриз, кстати, вот такую же тему. Вот, посмотрим сегодня, что произойдет. Так, Гидрайт пока хороший, выход с деглом, показал нам. Ну, они спам спреера зажали, вот осталось отбиться от кухни, и да, с размером сыграли, благодаря Гидрайту. Вот тут у него, конечно, вторая баночка залетела. Ну и 2 в 3 выбивание против деглов от защиты. Опасный момент в том, что там остался Кольт, Фейс, Плент, Робан, Ковры, Гидрайт за точкой, флэш, упор, наброс, Крюгер, выход, право, чек, никого. Кольт увидел, минус от Фейса, и ой-ой-ой. СК 1-1. Красивые деглы под Б, Плент, хорошая реализация подобранного Девайса. Ну и закрытый Аннексис. Теперь удача нам будет непросто. Ну, по крайней мере, один раунд им точно предстоит целить, а вот дальше они будут похожи на кого-то опасного, грандиозного. Мы будем на это надеяться, хотя надеяться так-то не хочется. Мне теперь просто уже хочется, чтобы СК с Аннексис сыграли 1-1. Мне уже, как бы, не из того, что я там болею за СК или почему-то. Просто я хочу посмотреть, какой Форш удачан. Чтобы хотя бы примерно понять, вот как все-таки там действовать против СК. Просто последний Форш, который я смотрел, это, ну, мы смотрели его вместе с вами. Опять же, это трансляция с ФЦЛ, где СК Гейминг играли против Moscow Five. Мы там видели, что происходило, в принципе. Игра в защите у шведов была просто. Вот они сидят, и М5 умирают. Они сидят, и М5 умирают. И так каждый раунд почти. Так, ну, Форст пока на центре зашел достаточно красиво. С коридора, при том, что за нож даже не обратил на него внимания. Не, а, не, за нож играл с парыча, как я понял. Он, видимо, да, он чекает сюда как раз проход. Он не вставал здесь, чтобы увидеть коридоры. Но сейчас он слышит топот. Он должен был слышать здесь топот. Потому что Форст поднимался, и... Тут есть один формат от Крюгера. Выход А, и Калаши, в принципе, по Крюгеру должны покусить сразу. Вот где гранаты? Где гранаты? Фломи минус Фейс. Срывается Снэпи. За Аркадия или Мидл. Отлично, два дигла есть. Три-три выход. И минус Фломи. Но Фломи сдержал нормально по времени. 24 фунды всего. Плюс пришел дигл в холпе. Это за нож. И с холпы вдвоем отбивать будут. Но нет девайса. Потеряли свой девайс. На КТ-респауне это минус. И в итоге открывается безнадежно просто за нож. Бежит Пленк. Пытается пройти за Красный Ящик. Но у него это не выходит. И последний фраг за Форестом. 2-1. РСК Гейминг отыгрывает еще один раунд. Но здесь уже их напрягли. Анексис с диглами. Достаточно плотным. Сейчас нужно подумать. Конечно. Анексис очень хорошо перед девайсным раундом. Как они его будут играть. Ну и один эко им предстоит. В любом случае. Но отдадут шведам преимущество. Один начнут отыгрывать. Но не ясно. Чем там дело закончится пока. Смотрим. Нуги. Сразу проходят в люльку. Это аркада или... Это аркада или тонкий намек. Нет. Это толстое предложение просто. Забери меня на центре. Прострели меня полностью в перемычке. Ну посмотрите. Нуги отвлекут на себя внимание. А тут все на медле. Как бы. Ну медл это самое безопасное что может быть. Долбанка дается за ножа. Тут дает чек. Дает инфу. Тут куча-куча народа просто в центре. Там как видим сразу идет разворот в люльку. Просто у дачан. Ну они сейчас в четвером пау. Ой я хочу на это посмотреть вот так. Потому что. Тут сейчас будет. Мясорубка. Мясо мясорубка. Мясорубочка. Ну красиво да. Просто все вышли и погибли. Не ну с одним разменом. Но это знаете такой размен. Он ничего не принес. Как плюс 300 парню. Как бы не больше. Ну чуть денег побольше. Да ну ладно. 3-1 друзья. SK Gaming впереди на 2 раунда. И Annexis. Сейчас должны сыграть девайсный раунд. 2 дефа у них есть. Так флешки SG готовят. Нуги играть будут с перемычки. Ну он АВП в первую очередь. Но здесь у него все еще кольт. Роль штурмойка конечно ему. Не знаю подойдет ли тут. Но мы видели просто с вами первую карту. И видели как он там выщелкивал с авика. А тут по-моему зачитали ковры. Ну да. Фломи убил яму. С ковров звено не выходит. Дулпан не открыл люльку. Потому что Нуги там нет. Он видимо рассчитывал как раз на то. Что будет стреляться с Нуги в центре. Ну это инфа опять же для атаки. Что нет АВП. Они сейчас наверное попытаются перестроиться. Дабы разыграть гибко против девайсов. Но ВП вообще в защите. Это как 50% это да. Это опасность. Но это 50% дыры. Огромные черные дыры просто. Через которую можно реально пробежать на точку. Взять раунд. Что зависит от того. Знаете ли вы этого парня. Который стоит против вас с Айвиком. Ну я думаю здесь все таки шведы знают. Как действовать против Нуги. Недаром же Долпан изначально пошел на центр. Выходил не сразу за белый ящик. Ну вернее к белому ящику. Я немного подождал. Каких либо действий. Так ну что здесь за нож. Один на Б у нас с ним снэпи. Но вот за нож сейчас должен был. По факту как бы чекать. Ноги в центре здесь как видим открываются. Очень очень медленно шведы на АБ. Посмотрите снэпи с какой позиции играет. Здесь пошел выход. И все по снэпи сейчас будет жесткий фокус. Полетели флешки на Б. Идет выход от атаки. Пока снэпи без результата играет. Этого пытается отстелить Форест. Все пули кончились. У снэпи буквально вот. На одного челом потратил. Но здесь пришла хелпа. И поэтому шведы разваливают. Сапнуги с Крюгером. Крюгер дает последний фраг. Крюгер дает последний фраг. Долпану которого оставляли. Тормозить защиту Спарыча. Но он должен был сыграть роль запирающего игрока. Но. Не успел пробежать. И 3-2. Ну вот девайсы на девайсы. А Нексис сыграли более-менее серьезно. В принципе от них серьезности ждать стоит. Мне вот интересно. Сколько раундов все-таки возьмут. СК Гейминг здесь. В атаке. Внутри у них есть. Такой команде как и СК. Я думаю еще 3-х достаточно. Для того чтобы сыграть там в балансе. В второй половине. Но неизвестно что у Нексис в нападении придумано. Последний их мираж я не помню. Ну вот если бы эти команды играли на миражах. Хотя бы несколько раз друг с другом. За последний месяц. Можно было бы делать выводы. Так. Ну что. Здесь как бы попытка атаки на АТСК Гейминг. Мы ее в принципе видели. Но я думаю вы догадались. Что там выходила бомба. Еще два игрока через яму. Выход был с ковров. В итоге остался один Долпан. При этой всей атаке. Он пытался поменять девайс. Но вот пришлось остаться ему с ВП. Ой. Как неприятно. Две просто таких. Два таких шлепка в лоб получить. И теперь будет гулять. Просто бледный, бледный, бледный. Но с другой стороны это Долпан. Это дальняя дистанция. И он как раз сейчас в том положении. Чтобы убить одного парня на А. И попытаться разыграть один на один. 46 секунд есть. Но Трюгер только, только, только захотел пострелять. И сразу получил в лоб. Посмотрите. Как за нож ушел сразу в линг. Бомба ставится кстати от тупого угла. И она будет стоять как раз таки на Долпан. И посмотрите как он уходит. Он здесь с Чеком играет. Его увидел за нож. Но за нож не знает что там за красными. И в итоге. Оп. Разменялись по позициям. Очень внимательный момент. Но Долпан играет уже на уверенность в себе. Выходит за нож. Спрей в тело. И этот спам. Спрей был уже. Ну Долпан не успел отойти. Это 3-3. Но поставить бомбу успели СК. Не, он Долпан мог 1-2 разыграть. А представляете если бы он бомбу сейчас поставил на яму. Скажем. Взял БВП и ушел в яму. С учетом того что за нож там очень жестко выходил с перемычки. То есть он как бы в ней стоял. Он ждал на себя пуша. Но его не было. А в итоге когда вышел. Он врубился что Долпан менял девайс. Но он это слышал. Ну и бомбы стояло конечно прикольно. Долпану надо было пытаться отпрыгать и отойти. Хотя чтобы отойти ему нужно было что-то бросить. Правильно? На за ножа. А там ничего уже не осталось. Там такая спадираунда что ты пустой. Здесь 3-1 выход на А. Робан минус. Ковры должны были открыться синхронно. Но нет. Все-таки они откроются. Там единственное что это плент вызывает подозрение. А Робан ставит второй хедшот. За нож дает размен. Будет пытаться брить плент. Но его позиция опять же предсказуемая. Его могут тут прострелить. Крюгер минус. Минус счет за ножа. Ой-ой-ой. 3-2. Ну вот казалось бы СК удачно атаковали. Но их закрывают достаточно плотно. В ответ. И сейчас вся надежда на Долпан. Ооо. Сейчас просто будет минус снэпи. Посмотрите на Фореста его позицию. Ох ты ж какой а. Вот снэпи там проныра. Стал прямо стрелять прострелом. Ну а Форест еще не бедовал. 16 хп. Стрейв вправо. Хедшот в снэпи и 4-3. Игра на контакте. Ну все благодаря Долпану. Он там по-моему на набор уже сейчас собирается или нет. Ну вот 8 на 5 у него есть. Ну в принципе фраг лидер в своей команде на данном этапе этой встречи. Надо вот будет наверное придумать мод, чтобы считать всю статистику по фрагам суммарную за несколько карт. Вообще у меня есть одна идея для статистики. Для худа сделать просто распределение ролей в команде. Какое оно было. Это чаще с чего и куда. Так. Тут прикольный выход с потерями на А. Отыскал. Не заметили Фломи под мостом. Позиция под мостом кстати жесткая. Как вот вспоминаю Досю. Как вспоминаю Досю я реально понимаю, что там не надо. Если вы играете из под моста по-моему там не надо ничего вообще кидать. Там надо просто стоять вот как в поинт-бланке. Знаете чувак вот так вот садится и вот так же должны сидеть. Просто мордой в пол. Потому что там туда залетают все флешки. Всякая гадость первое время. При атаке. При том что вы еще флешки которые летят в перемычку можете славить случайно. Полная беда. Снэпи по-моему собрался сейчас. Ну вот был бы у него дефьюз. Я бы за него порадовался. Он как видим. Ой-ой-ой. Он еще гидрайту по-моему. Ну да. Чуть-чуть задел гидрайту при таком врыве. А был бы у него дефьюз. Он мог бы вырваться за дефить. Ну и того друзья 5-3. Мираж как видим все-таки. У шведов стоит нормально. Ровно как бы. Если аннексис позволили здесь им так дефенс свой проломить. А карты-то именно. Если верить статистике дефенса. Но как говорит Старикс. Статистика ничто. Играет команда. Крюгер за нож. Так. Центр нуги. И АВП от нуги. Минус долбан. Так. Убирает конкурента. Убирает второго конкурента просто. Не. Слушайте нанекенеры. Так. А аннексис нанекенеры. Вы платите только за патроны. Есть конкурент. Звони нам. Три в два. Тем не менее. Все равно миддл отпушил фейс. Фейс там неплохо сыграл. Он еще позицию занял. Посмотрите какую интересную. То есть как бы он понимает что нанекенеры его ждет. Возможно есть игрок на Б. Но задача фейса ждать гидрайта. У них на самом деле есть отличный шанс парно разыграть. А расклад весь в том что гидрайту нужно всего лишь пройти подвал. Но, по-моему, они решили твёрдо выйти на Б. Как я понял. За ножа отправляют на чек. Но как бы три фронта, они кроются. Единственное, что может сделать, здесь неожиданно мог сделать Геттер, это пройти через линк и зайти в спину. К Фломе на А, убить его и закрыть люльку по ноге. Но этого не произошло. Гидрайт на Б, и за нож там может сейчас сыграть... О, всё, вот это уже палило. Но тут почти что минус гидрайт, как вы, как видим, да, всё, это минус гидрайт. Фэй здесь выходит у нас Зиги. И он знает, что за нож стоит слева, но боится его вывод в пленку. Тихой угол перестрелкой. За нож, Спрей минус линк, 5-4. Анексис берут девайсный раунд, но теряют двух игроков при этом. Хотя основное звено, на мой взгляд, у Анексис, вот Нуги, за нож, как бы... Они продолжают работать как надо. Ну, по сути, здесь как бы остался только Снэпи. Снэпи мистер древность. Ну и Нуги. Но Нуги позвали, когда как раз-таки забрали Фнатик Фриса, так что... Команда такая, прикольная. Турецкий ушёл играть с Фрисом, с Колоном. Надо будет узнать побольше о взаимоотношениях. У них там на датской кунт расстроек ценят, чтобы вообще понимать, кто такие Анексис. Постараюсь собрать информацию. Но если в финал попадут, точно придётся. Такие расклады. Минус от Нуги забирает Робана. Тем временем пуш Медла. Гидрайт Форест вдвоём. Гидрайт Б Форест у нас тусуется на центре. И Нуги, по-моему, просёк, что здесь можно убить Патрика. Не, ну Патрик тут ещё гранату чуть не съел. Смотрите, смотрите, Нуги стягивает. И сейчас... Ой-ой-ой, Афорест морит линк. Нуги займёт? Нет? Не-не-не, Нуги уходят на Б. Не станет занимать люльку. Снэпи чек ковров. Ну, он там видел игрока атаки. И, естественно, с ним ведёт активную перестрелку. Чуть не сказал переписку. Ну да ладно. Гидрайт забирает бомбу. БК и... Ну, либо это выход мидл на бомб от просто. Вот 5 в 2. Либо что-то будет здесь интересное. Ну, в любом случае, мы сейчас узнаем. Давайте посмотрим, как Форест разыграет. С ВП. Так, за нож сейчас должен закрывать перемычку. Смотрим, как откроется гидрайт. Так, упор открыл нормально. Такс. Чек лево в приседе. Чек плотал. Опс! Минус вломе. Минус за нож. Как открылся с разменом. Снэпи пуш пары. Спрей Фореста. Ну, вот если бы посмотрели сейчас АСКА немножко назад. Немного на парыч. Я даже сам пропустил, что Снэпи вышел в аркаду в парапет. То есть, как бы он стоял в позиции. Изначально. Да, вообще на белом, как бы на Б. Он только потом понял, что нужно попытаться выйти туда. Когда догнал, что скорее всего. Ну, мидл это просто было единственное, что. А Нексис не смотрели. Естественно, шведы там могли пройти. Поэтому Снэпи пошел. Но, ей-богу, если бы Форест развернулся вовремя, это были бы просто минус 3. От ТСК Гейминг. И у них были бы все шансы, чтобы захватить этот раунд себе. Ну, а пока что 5-5. И сейчас плановая караун. Ну, тут вот как бы Снэпи намекают фонариком. И кнопочка Е, пацаны. Изыска, что мы тут. Звездный сейчас Снэпи. Звездный спрей Снэпи, друзья. Но и он тоже не настолько звездный. Здесь скорее Глок у Гидрайта более звездный. Но граната за ножа. Его ИСП успокаивает и Гетра последнего, и Фореста. Но зато в размен сыграл Гидрайт. Знаете, можно сидеть после такого фрага с роллфейсом смело. Когда парень зажимает, тупо был походящим игрокам. И особо сильно не парится на тему того, убьет он всех или нет. 6-5. Раунд преимущества убивает себе Анексис. Хотя они могли вообще доминировать в первой половине. Но, видимо, отпора от СК они такого не ожидали. Хотя, с учетом того, что это скандинавы, все они ожидали, все они знали. Половина того, что там пишется в новостях, и... И разного рода вещи, типа, ну вот они такие крепкие парни. Это все бред. Тут реально все давно друг друга знают. Корешки, скажем так. Коридор Форест Робан. Да, запирают мидл с двух сторон. Возможно, даже это подсадка в люльку в перспективе. Непонятно, пока что роль Гидрайта в атаке. Ну, либо они хотят 4 линк выйти, либо действительно хотят подсадиться в люльку, выйти линк и как бы замкнуть вот... Вот. Этот линк, эта перемычка. Вместе с ними будет люлька, если они там убирают за ножа. Не, ну если они убирают за ножа, они тут могут еще на КТ пройти. То есть они там должны крыть. Единственное, что если Гидрайт откроется правильно, то все будет окей. Ну, у него там, смотрите, какая задача. Он вообще сидит, ждет поджима в спину. То есть он рассчитывает на чек ковров от защиты агрессивной, но его нету. Подходит подрез по нас фейс, а эту опачки. И фейсбомба, и минус Крюгер перемычка, и вот за нож его реакция какая будет. Кстати, бонус этой позиции, он еще и Парапет при этом смотрит. То есть понимаете, то, что тут не пройти на Б никак. Вот у за ножа есть шансы зааркадить, он врывается и сразу дает минус. Вот теперь в аркаду беги, нет, ну ждут тебя там, ждут тебя там, выходи в аркаду. А, там снэпи с парой сейчас Б, ясно. Ясно, почему он не пошел. Но он пытается дать прямое перекрытие своей стрельбой, конечно. Но СК все равно проходит в плент. Забирают за ножа, не ожидал он уверенной игроков. Открывается после них снэпи, но и он здесь тоже бессилен, порешать не может, потому что Гидрайт уже набрал. Набрал, по-моему, форму после первой карты. Это 6-6, игра один в один. И мне кажется, что вторая половина у Анексис вряд ли будет сыграна уверенно в атаке. Единственная команда, которую они напрягали в последний раз очень жестко, это, конечно, команда Нави. Вот, но там Анексис, это просто проклятие на мираже команды Нави было. Сейчас не ясно. Сейчас пока не ясно. Такие здесь вгляды вообще у Анексис есть. На тему своей игры в атаке. Мы будем надеяться, что они сыграют уверенно. То есть нам нужна интрига. Но третью карту все равно хочется. Ну просто хочется посмотреть, действительно, вот, нереально ли так хороши сканы Фарджа, либо датчане что-то к этому придумают. То есть там будет больше рандома, там будет больше реально вещей, которые мы будем видеть с вами в первый раз. В этом весь интерес. Хотя тут тоже, не сказать, что мало нового. Очень медленное нападение от эскогейминга. И снова, кстати, обратите внимание, повторяют позиции. Вот защита единственное, что сменило, как бы, за ножа. Да, он сейчас у нас играет в поджим с Б. Как раз таки с Зиги, у него там уже ответственный момент сейчас возникает. Ну посмотрим, как он разоградает. Ой-ой-ой, пропустил Дулпашку. Уже был здесь, вот ты, да. Вот так посмотрите, где Дулпан. Дулпан тупо в люльке. Ну где собирает и... Ой, Нуге! А как он, а как он узнал, что тот есть? Либо он на Абум вылез, посмотрел в канал купаться. Мыша за нож, по факту, должен был Дулпана выходить убивать. Но этого не произошло. Странный, конечно, раунд. Очень странный. Ну и 7-6, пользу Анексис. Пока первая половина, в принципе, заставляет нас засыпать. Но шведы-то радуются. 6 очков и не взяли. Это не 4, это не 3 раунда. С шестью раундами во второй половине можно сделать многое с учетом доминации дефенса. 2-1-2, растяжка у защиты. Расстановка позиции такая. Ну и тут, как видим, атака 1-4 играет. 1-А, это Яма Робан, 4-Б. И то даже 3-Б ковры. И один Форест у нас через подвал пошел копать. Посмотрим на снэпе в дефенсе. Смотрите, снэпе, что делает. Вот он дает очень позднюю флешку. В итоге минус калаш в полете. Все, там остались только диглы. Там остался только дигл. Пара глоков. Ему помогает изо всех сил Ломи. В итоге нашивает Робана. Ну и снэпе, в принципе, справляется со своей позицией. Бомба вообще четко легла. Представляете, вы снизу 1-1. Вам ее надо подобрать. И не хочется открываться, потому что мало хп. Это просто тролли падения этой тролли-бомбы. Не, ну бывает такое, бывает. Так, а Nexus кто-то пишет. А, ну про Train. Про Train, да. Что Nexus выиграли 16-14, это да. В любом случае, кстати, напомню, все видео найдете на нашем YouTube-канале Киберарена ТВ. Также на сайте Киберарена ТВ, естественно, туда добавляются видео. Но в последнее время лучше использовать просто социал. Играет минус Ломи. Подписывайтесь на канал на YouTube. Я к этому веду. Ну что, на последнем раунде первая половина. Агрессивная игра на Аплент. Наконец-то Южный Ускай Гейминг. Правда, здесь Занож дает зверский размен. Минус 2 в его исполнении были нормальные. Граната в Плент минус Робан и Форест 19 хп. Ну и к 2 в раунде еще минус 2, это минус 4. Ясский хайлайт. Давайте смотреть. Ах, Занож! Ну тут минус 4 от Заножа зато. Хотя могло быть минус 2 от Фореста. Ну и в итоге это 9-6. Заножда физбомбы, конечно, статистику хочет показать. Но у нас статистика, друзья, честная, у нас здесь не показываются. Кстати, вот самое главное, чтобы сказать, у нас не показываются в статистике раунды за бомбу и раунды за взорванную бомбу. То есть как бы тут нет этих трех фрагов, которые просто из ниоткуда падают на вас. Эх, ну 3 раунда преимущества. Имеет аннексис, переходят в атаку. На самом деле, сыграли они не особо хорошо в дефенсе. Но здесь скорее они просто опробовали шведов, шведы опробовали аннексис от того, какого-то результат. Во второй половине может все развернуться как в пользу СК гейминг, так и аннексис могут нас удивить. Но мне почему-то кажется, что у СК реально есть какие-то принципы, чтобы попасть во Фнатик. Особенно, ну попасть на Фнатик в финале, особенно у Гидрайта в этом, я не сомневаюсь, с Форестом. Кстати, вот Форест это же вообще мистер Фнатик. Он вот всю жизнь играл во Фнатик, но как-то попал в СК. Это была достаточно странная история, кто помнит, темки разные на СК гейминге были по этому поводу подняты. Но это было давно, было конечно же давно. Так, ну что, ждем мы здесь пока что. Датчан, давайте я вам включу статистику, потому что мы увидели. Ну что, главный прикол доминации. Занож 5 на минус 1 Гидрайта. Занож баланс сыграл с Форестом 2 в 2. Ну, занож явно здесь за первую половину, но втыкал у Анексис больше всех, показал себя с лучшей стороны. Ну, Геробан 1-1, тоже вот как такое получилось, непонятно. Делпан Нуги, 6-3 в пользу Делпана, Форест 3-2 против Нуги. Ну, Нуги на этой карте реально не показывает то, чего показывал на трейне, но зато его полностью заменил занож. Ну, в том-то и дело, что он штурмовик Снэппи. Ну, Снэппи там, по-моему, вообще очень плохо сыграл в первой половине, давайте посмотрим. Не, 14 на 9, хотя шел там он 0 на 7 на трейне, кто помнит. Тяжело было ему, очень тяжело, но справился со своими проблемами. Это респект, это респект и уважух, конечно. Так, вот, и пинг у него еще вообще 7. Прямо читер, просто читер. Вообще здесь пинг по-правильному смотреть. Ну, посмотрите Анексис, как бы, у них единственный парень, это Крюгер, который двигается пингом 25. У остальных всех даже выше 10 не поднимается, у СК Гейминг 27, 20, 16, 25, но они к нему... Ну, они в таком пинге в Шведе себя комфортно чувствуют. И у Фейса ниже всех, то есть 10, 8, 9, как бы. Зачан вообще даже не поднимается выше. Вот это вот уже прикольно. Ну, где-то они сидят вообще на сладком месте, бжедером. Что у них такая пинга. Ну, года 4 назад, наверное, в СНГ за такой бы пинг готовы были разорвать, убить, изничтожить, уничтожить, там, не знаю, что угодно сделать, но чтобы поиграть с таким пингом в инете, это было просто... Ну, реально мечтой для кого-то. Хотя... Хотя вдруг, мало ли. Ладно, возвращаемся к просмотру матча. Ну что, у нас вторая половина. Опачки. Опс, вот так вот. 9-6, счет в первой половине. Ну и первая пистолетка от команды Анексис. Разготовят они ультраштурм, точечки А, 4 ковры, 1 яма, это Крюгер, Гидрайт в упоре на приеме. И, по-моему, сейчас это будет серия хедшотов. Давайте посмотрим за Кристофером. Ну да, Кристофер здесь принципиально промахивается. Минус от зоножа, от Нуги. Ой, лол, ой, лол, ну нельзя, нельзя пистолет отдавать. Вы что? Прорыв на КТ, опять в 3, друзья, опять в 3. Делпан, Форест, красный, приема нету. Минус Делпан. И лишается одного из сильных игроков. В Чвета влетают флешки. Ох ты ж, слюльки. И на респ, ну, затормозили респ, но тут, по-моему, о боже, о боже. Я первый раз, друзья, я первый раз вижу СК Гейминг настолько уничтоженными. Настолько уничтоженными, прямо до неузнаваемости. Если на трене Анексис, играя во второй половине, проиграли первый пистолетный раунд, но потом затащили матч, то тут они выиграли. И за ними по факту, как бы, не, за ними одна пистолетка. Здесь по пистолеткам 1-1 на этой карте. Скажи, затащили первую пистолетку в половине? Или стоп? Нет, затащили ее Анексис, там СК просто взяли эко-раунд. Как я понял, Анексис, в принципе, ответки давали такие же на трене. И странности, странности. Ну, вот пинг-8, да, и пистолета тоже замечание, может, правильное, может, нет. Но я все же думаю, что такие парни с таким опытом, как Робан, Фейс, Гидрайдл, Пантом, Форест, они сейчас с пингом 60 хорошо будут ощущать. То есть, да, где-то им непривычно, но у них есть опыт игры с таким пингом. Ну, и в итоге тут у нас, по-моему, опять пошел какой-то непонятный влом сервера. И Zorgan Highlights нам пишет, youtube.com slash Zorgan Highlights. Ну, по-моему, сейчас будет игра стоять на паузу, и кто-то пытается подставить Zorgan, как я понял. Но здесь игра продолжается. Снэпи минус Робан, Делпан минус Занож. Интересный антиэко был в атаке. Ну, защита здесь играла, опять же, на попытку укрепления. Ну, единственный, кто мог здесь сейчас вот зажечь, это Делпан, но добегая до Девайса, его сразу перехватил Ломи. В итоге, посмотрите, мидл занимает, забирает бомбу, 4 в 2. И, по-моему, спокойно должны поставить здесь будут. Бом-бом. Ну, если фейс сейчас здесь не даст какой-нибудь... Опа! Это уже минус Крюгер, это уже тяжело. У Фореста есть Девайс. Ай-яй-яй, Девайс Фореста! Граната прям под пятую точку. СК, конечно, здесь на деглах стараются на максимуме, но перекрытие вообще нереальное у парней. Идет геймпендинг на сервере, и я пока что не знаю, что это такое, надо спросить. Вообще, что происходит? Там, наверное, сейчас просто поменяли сразу Иркон. Нет, тут ставят паузу просто, по-моему, этот бодрый тролль. Который опять сломал нам весь, всю игру. Так, меня спрашивают, вот, хэппинэнт. Ну, короче... Так, сейчас я отправлю просто сообщение. Быстренько. Пишу судье, что надо бы что-то с этим придумать. Ладно, давайте смотреть дальше. Игра снимается с паузы, но здесь остается Фейс. Минусует снэпи, остается 1 на 1 против Ломи. Ломи чувствует себя уверенно, но у Фейса здесь есть рывок отчаяния. Давайте наблюдать, что будет. Так, влетают здесь... Флэшки на Фейса, ну вот... Фейс сейчас играет... Ой-ой-ой, ну вот если бы он обошел с другой стороны. Туда как раз-таки не смотрел Ломи. И все было окей. Все было окей. Мы просто избавимся от этого парня. Не будем считать чат, но нам будет понятна игра. Ну что, друзья, Амнексис ведут 11-6. Разрыв в 5 раундов между СК Гейминг, командой которой... Приписывали здесь буквально еще вчера первое место. А после этого... Взяли да... Прииграли датчанам как-то Трейн. Как? Как такое возможно? Во всех реально обзорах, которые были, то есть там... Материалы на Хелтворк были написаны. Как бы с Кардами я пообщался на эту тему. Он тоже ставил здесь немножко на СК. Ну то, что все-таки эти парни по-любому попадут в финал. А вот сейчас они рискуют как бы отвалиться от финала. Ну что, прием. Фейс, Форест. Фейс, две головы с пистолета. Форест. Ой-ой-ой. Четыре головы, грубо говоря, ставят. Сейчас СК Гейминг. Ну а Амнексис играет очень уверенно. 2 в 3 выходят в Б. Плэнт. Робан обходит спину. Гидрайт уже зашел. Казнит Снэпи. Ну и Ломи здесь выжидает удобного момента. У нас игра ставится на паузу. Сейчас идет просто в этот момент ченчиш на сервии Деркона. Все, он прошел. Ломи. Вот как он здесь играет? Он же знает, что Гидрайт в спине. Ну посмотрите, Ломи открывается. Он просто пытается здесь убить Фейс на Б. Там еще Робан с Гидрайтом. И если здесь Ломи сыграет невнимательно, то будет все очень-очень печально. На него, как видим, выходит Гетро. Минус Гетро. Минус Плэнт. И один на один с Робаном. 21 хп. А Робан в спине, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ах ты ж огонь какой, СК Гейминг. 11-7 в пользу Аннексис. СК Гейминг отыгрывает Экараунд. При том, что играли они вообще без существенных укреплений на Б Плэнтие. И взяли. Взяли на пистиках. Ну, видишь, четыре головы сразу прилетело парням из Аннексис. Они, естественно, потерялись. Вдвоем попытались постоять. Но Ломи сыграл крайне неуверенно против последнего игрока. Против последнего игрока защиты. Но я так и не понял, почему он сразу не стал фокусить по гидрайту, чтобы на дальние дистанции стреляться. Он же был в преимуществе. Он мог его выбить. Он мог реально его просто взять и выбить. Вот теперь Аннексис реально начинает рисковать. Они могли устроить набор против Эка. Идти 12 против 7. А теперь идут 11 против 7. Против Бая. Бая у шведов. И это выглядит сурово. Тут, по-моему, готовится полуглока супер... Ультра недобай от Датчан. И врык с ямы. Далпан. Сразу мажет. Сразу спрыгивает. И глотнуги. И за нож минус робот. Как не ясно. Влетает Крюгер. Очень, кстати, вписывается вообще сразу в картину. Как бы и попадает туда, куда надо. Снэпи минус Форест. Это 3 в 2. Да, господи, СК. Опять, опять запаслись корвалолом. Болельщики СК Гейминг. Далпан приходит. Через дым дает по Крюгеру. Окей, говорит Крюгер. Колон также играл. Перехватили. Снэпи минус Файс. 1 в 2. Далпан. Ну что, ну здесь нужно, конечно, Далпану реально реабилитировать ситуацию. Нужно стараться, потому что он сейчас играет без преимущества. Так, ну понимает, что сейчас ему может здесь залететь банка. Тема в том, что к нему Ломи приходит в упор. Спрей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну едва не хватило Далпана секунды на стрейф. Ломи прострел 12-7. Выбивание у шведов девайсного раунда. Да это ж трэш, друзья. Нахрен такой Counter Strike. Я не понимаю, что со СК Гейминг сегодня. У них что, купили эту игру? Или они вообще не хотят побеждать? Либо они что, там все поругались? Или они забыли, что такое Мамбл? Или там ВТ, ТС? Я не врубаюсь. Где их старый, добрый, долбанный мираж, на котором они, отталкиваясь от простого, делали по минус 4? Неужели датчане попадут в финал? Друзья, я не хочу смотреть унылый финал. Не, я, конечно, уважаю датскую команду, а Nexus очень сильно. Мне нравится их стиль игры, но... Правда. Ну там же Fnatic. Ну устройте нам классику. Устройте нам классику жанра 3 июня, блин. Шведы, ну ради бога! Что ж вы так? За что? Чем мы заслужили отсутствие экшена в финале? Ладно, все, что-то я разошелся. Не надо было мне этого говорить, наверное. Ну да ладно. Ну вы поняли, как бы, мою точку зрения. То есть я не понимаю, почему так происходит. Это просто будет, знаете, а-ля там обсуждение потом в интернете в стиле... Вот как обсуждали там... Кубок этот, когда Барса там не выиграла, да? Вот будет то же самое, типа. Не смотрю финал, потому что Барса вылетела. Это лиги чемпионов. Да? Как? Тут может быть просто то же самое. Хотя, думаю, все равно. Не, ну с другой стороны, порадуемся за аннексис. Все-таки у них может появиться шанс выиграть первое место. Хоть и в онлайне. Ну, я опять же напомню, друзья, на этой лиге призовые небольшие. Действительно, да, здесь игралось... Игралось всего две группы. Как бы здесь даже не в форме лиги. Это просто турнир, который проявили буквально там за полтора месяца. Призовых всего 4000 долларов. Плюс всякие плюшки и пряники от спонсоров. Ну, там что-то вроде 5-ти. Премиум лицензии на X-Split. Программу для браткастинга вашей игры. Кто не понял. Ну и... По-моему, даже все. Там, может, там еще что-то есть по железу, но... Да и X-Split, это там все вроде как бы получают три команды, которые... Или четыре даже команды. Вот не знаю, будет ли матч за третье место играться просто. Ну, там как бы 2500 за первое место. Это из 4000, это, по-моему, нормально. Там третьему можно было ничего не оставить. Но я все же считаю, что лучше бы они сыграли все или ничего, по сути дела. То есть, как вот чемпионат был в Стокгольме. Free RD Generation Challenge. Фишка в том, что из Sky его выиграли. Выиграли 10 тысяч долларов. А самый, наверное, тролль момент последнего. Вот самый тренд в электронном спорте европейском. В Ultra Strike, в частности. Прямо тонкий троллинг. Это команда Израэль, которые заплатили 10 тысяч долларов за то, чтобы они под тегом Израэль приняли участие в соревнованиях в этом. Еще попытались выиграть 10 тысяч долларов. То есть, представляете, как вот обидно было SK Gaming. Естественно, они себя мотивировали. Выиграли чемпионат последний на лане. Но здесь пока что я от них наблюдаю. Ну, то ли они перед летом так расслабляются. А может, просто Далпан уже купил себе билет на какое-нибудь стриптиз-шоу 3-го числа. Где-нибудь, на каком-нибудь острове, на пляже. И реально подумал, а ну его нахрен. Пойдем-ка завалимся. Кабак с Блодджеком и шлюхами. И развлечемся нормально. Зачем нам играть в финал? Снэпи минус Роба. Ну что, здесь, по-моему, Снэпи казнит пока очень плотно. Посмотрите, как ставится бомба. Вот под дым. Под весь шумок. Бомба в упор. Но это... Ну вот бомба в такой позиции дает нереальный перевес. Просрелы Снэпи. Ломи отрезает спину. Но это 15-7. Здесь как бы 4 в 2. И Фейс с Форестом вряд ли что-то сделают. А Нексис очень плотно жмут. И не оставляют шансов. За нож минус Фейс. Это 15-7. Как и было уже понятно изначально. Последний минус за за ножом. Он там, наверное, набрал. О, ну 23 на 11, ребят, за нож. Ну вот вам и новичок команды Анексис. 19 на 12 Нуги. Ну, Ломи пока нас не поражает. Но, в принципе, по-моему, он справляется. Снэпи тоже разозлился. От 0 на 7 уже отошел. Ну что, нет денег у шведов. У них последние Фамасы. Есть деньги у датчан. И очень-очень-очень много шведов играет в риск. Аркада от Робана. Здесь выход в коридор. Робан его отдает. Но, по-моему, если он сейчас пойдет еще раз чекать его. Да, он как раз попадает под тайминг команды Анексис. Его единственный шанс это выиграть перестрелку. Но он играет в размен. На линке, кстати, его тиммейт остался. Попытка открыться Форестом. Игра против АВП. Минус АВП. Нет. Нет, все-таки минус АВП. Лол. Ну как же так Нуги? Облажался два раза. Один раз не убил. Второй раз полез. Уже непонятно зачем. Когда надо было просто, ну, сдержать позицию. Попытаться, не знаю, как-то пораздражать оппонента. Поразовлекать его. Аркада из-под А. А, я предскажу, мой выход Б. 4 в 2. Шансов мало здесь у датчан. И, как видим, Форест с Вейсом справляются, в принципе, с этим выходом. 15 в 8. Ян Эксис. Ну, я боюсь просто на самом деле говорить, что они выиграют или не выиграют. Какие у них шансы? Потому что шведы это тоже такие ребята. Они могут в последний момент как бы очухаться. Почесать затылок и сказать, да черт возьми. Да как так? Да что это такое? И начать уничтожать. Хотя уничтожать им надо было вообще в первом пистолетном раунде начинать. По сути, да, если бы они хотели. Но тут даже, кстати, если посмотреть на командные действия, выбивания в меньшинстве, вот у шведов мы видели несколько раундов, когда они в меньшинстве пытались выбивать плент. То есть там вдвоем, втроем они даже тогда действовали. Как-то, знаете, вот я хочу так, а он хочет так. И делают оба непонятно что. И в итоге просто теряют. Проброс линка, вриф от снэппин. Он тут додал инфу, но он был белый. Минус от заножа. 2 в 3 ситуация. Занож плент, минус от ломи. Запирает наглого робана. Тут стеглом пытался ворваться. Сейчас долпа, но его тоже казнили. 2 в 1 фейс ласт. 100 хп, 1 в 2. Опасный момент. Смотрим за фейсом. Флэш плент ему. О, вот это, конечно, сейчас хватил в харику. Но бомбу уломи. Не спешат ее оставить. Посмотрите, фейс решает отойти в обход. Но фейс просто подозревает, что его, возможно, обходят. А если он зайдет в люльку, то тут есть маза такая, что сейчас занож занимает КТ. Смотрите, все, все, все. Сейчас занож просто пойдет, сядет на КТ и будет эту бомбу смотреть. Фейс пролезает линк. И тут уже интересный момент напрашивается. Так, ну, тут он может дать прострел по логике действий. И сразу выходит на заножа. Но это 16-8, друзья. Ну, я хрен его знает. Правда, я извиняюсь за мой французский. Но, как бы... Ну, это хрень. Это реально хрень. Я не знаю. Им то ли денег заплатили, то ли... То ли их дурак с утра понюхал. То ли у Гидрайта рука болит. То ли реально у них есть какие-то дела на третье число поинтереснее. Ну, короче, мы сейчас посмотрели. И полуфинал, который должен был стать реально зрелищным, оказался... Оказался, грубо говоря, какой-то плановой игрой и в пользу аннексис. Но это непонятки. Действительно непонятки. Ну, что, баланс 5-5 Гидрайт, доминация за нож против Роба. На раунд-роу говорит сервер. Ну, и, наверное, мы сделаем правильные выводы, друзья. Ну, и, как я и обещал, по традиции, конечно же, подписывайтесь на мой Facebook ВК. На vk.com.sl4mtv сейчас упадет ключик Dota 2. Ну, и мы увидимся с вами, кстати, только на финале по Counter-Strike. Это будет 3 июня, если я не ошибаюсь. Продолжение следует...